Всем добрый день! Ваше внимание предоставляет сегодня на распаковке. Это на камерный свет компании фирмы YGNO YM216, то есть LED цвет для видеосъемки. Ну и вариант поставки здесь пополам поделены светодиодами, то есть 180 светодиодов холодного, 5500 кг, ну и теплого света вторая половина, 3200 кг. Обставляется вот в такой упаковке. То есть как видим температура 3200 кг, 5500 кг. Здесь вот показана температура. Чем примечателен этот свет, здесь возможно 3 источника питания. Первый источник питания это соньковские батарейки, аккумуляторы NPF, ну и в зависимости от емкости и время, продолжительности съемки свечения данного света. Дальше второй вариант это 6 пальчиковых батареек тип 2. Ну и третий вариант непосредственно от источника питания. Так, здесь указано 8 вольт 5 ампер, то есть блок питания должен иметь, но указан на источник питания другого света, это для кольцевого света тоже Ягно 608. Так вот, там диапазон, кстати, изменения вольтажа от 8 до 12. То есть, ну я пробовал 8 и 12, есть у меня этот универсальный блок питания, который есть на канале, можете посмотреть. Благодаря нему, то есть я отмерил от 8 вольта до 12 вольт, там шагом поделён, то есть, этот источник питания работает, поэтому можно либо 8 вольт 5 ампер до 12 вольт 5 ампер, искать блок питания не обязательно. Фирменный, фирменный, он по-моему дороже будет стоить. Так, ну и что у нас находится внутри упаковки? Ну тут непосредственно подставка, дальше лакулатура. На китайском и английском языках. То есть, вот можно любые источники питания, то есть, от NPF 550 до 950, ну и различные сочетания. Ну и 6 батареек пальчиковых. Ну и также написано здесь, что можно использовать 8 вольт 5 ампер. 8 вольт 5 ампер. Так, здесь у нас подставочка обычная. Так, дальше внутри ещё у нас находится сам свет. Дальше. То есть, вот сюда включается источник питания. Здесь у нас аккумулятор соньковский. Так, дальше. Здесь у нас переключение на вид света. Холодный или тёплый. Дальше. При помощи этого увеличим, уменьшаем. Включение, выключение. Дальше. Проверка зарядки батареек и более тонкая настройка. То есть, грубая 10, 20, 30 через 10. Более тонкая через единицу. То есть, 1, 2, 3, 4, 5. И так далее. Дальше. Здесь стандартный горячий башмак. Для того, чтобы установить камеру. Ну, либо установить на стойку. Так, фиксирующийся винт. То есть, вот установили. Так, дальше здесь у нас шторки. Которые можно снять при желании. Так, ну и... 216 светодиодов. Половина холодного. Половина тёплого свечения. То есть, можно снять при желании. Так, ну и... Обратно одеть. То есть, фиксируется. Так, ну и помимо этого, ещё присутствует... 4 светофильтра. Это красный, синий, оранжевый и белый. Для того, чтобы установить непосредственно сюда. Для того, чтобы получить тот оттенок, который вам необходим для съёмки. То есть, вот такой вот свет. Так, дальше... Сюда можно установить 6 пальчиковых батареек. Если у вас нету других вариантов источника. Так, ну и при помощи этой лизочка. Всё прекрасно снимается. То есть, вот такой вот свет. Ну, давайте посмотрим, как он себя ведёт. Данный свет. Так, сейчас... Установим и... Посмотрим, как себя ведёт данный свет на определённом расстоянии от стены. Так, ну и давайте проверим. Свет. Мигнул. YN216. То есть, вот мы сейчас установили его на стойку. Гарифон 1000, который есть на моём канале. Так. Подключили источник питания. Сбоку. Так. Ну и направили на стену. До стены где-то метр... Метр десять. Так. Включаем его. То есть, вот. Сейчас включен тёплый свет. То есть, вот мы увеличили. И, соответственно, уменьшаем. Так. Так. Переключили на холодный. Не уменьшаем. Так. Для того, чтобы... То есть, это вот... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Включили. Так. Есть более тонкая... То есть, сейчас включается 1, 2, 3, и так далее. 11, 12. То есть, более тонкая настройка. То есть, можно убрать. Ну и выключить. Ну и также можно сделать, например, включили холодный. Переключили на тёплый. То есть, включили всё. Вот такой вот принцип работы. Данного цвета. Так. Сейчас я выключу подсветку. Так. Поехал. так ну и давайте сразу включим оба световые температуры то есть вот так вот происходит осуществляется подсветка ваших объектов так ну и давайте может цветовые профили проверим ну хотя красный прозрачный тут ничего не изменится синий так и оранжевый то есть можно менять цветовые профили как вам потребуется всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующих видео всем удачи и до свидания